В мировом сообществе продолжают комментировать итоги третьего межкорейского саммита. Премьер-министр Японии Синзо Абы выразил надежду на разрешение ракетно-ядерной проблемы КНДР. Представитель российского МИД Алексей Зайцев считает, что встреча подтвердила настрой обеих сторон на улучшение политико-дипломатического процесса. Реакция последовала и из Китая. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что прошедший саммит будет способствовать мирному разрешению конфликта. За реакцией на встречу Мунджиина и Ким Чен Ына следит наш корреспондент в Южной Корее Владислав Цой. Президент США, которому предстоит встреча с главой КНДР на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подчеркнул, что у него с Кимом очень хорошие рабочие отношения. Дела радикально изменились за последние несколько месяцев. Дональд Трамп считает, что на его встрече с Ким Чен Ыном случится что-то впечатляющее. Генсек ООН Антонио Гутерриш сказал, что аплодирует подлинно историческому саммиту между лидерами. И приветствует мужество и лидерство, которые привели к важным обязательствам и согласованным действиям. Текст заявления зачитал представитель генерального секретаря Стефан Дюжарик. Свои отношения к третьему межкорейскому саммиту выразили и в мэрии Сеула. Здесь проходит выставка, посвященная межкорейским переговорам. А на здании администрации города вывещен транспарант, на котором написано, что мир, который создали север и юг, поддерживает город Сеул. Молодежь нашей страны мало интересовалась проблемой корейского полуострова, но благодаря встрече, мне кажется, многие захотели объединения. Я желаю объединения. Конечно, когда это произойдет, не знаю, но думаю, что делая шаг за шагом, можно добиться положительных результатов. По результатам встречи, я думаю, что настало время объединения, что скоро с помощью развития железных дорог и газовой промышленности можно будет сотрудничать с Центральной Азией и Россией. Межкорейский саммит эксперты называют подготовкой ко встрече Ким Чен Ина и Дональда Трампа. По мнению политолога Андрея Ланькова, глава США и КНДР встретятся в Монголии. Также одним из мест проведения саммита называют Сингапур. Однако премьер-министр этой страны Лисянь Лун сообщил, что его страна не получала от Северной Кореи или Соединенных Штатов официального письма об организации саммита.